Ох уж эти спорщики! Говорим сегодня о детках с 2 до 10 лет. Почему именно этот диапазон? Потому что предподростковый и подростковый возраст это немножко особенная категория детей. А с 2 лет обычно начинаются первые нет. Ребенок начинает отделять себя от мамы и вы слышите вот этот негативизм двухлеток. То есть ребенок все время с вами не согласен. Давайте с вами поговорим о том, что же делать, как правильно реагировать родителю на ребенка, который с вами не соглашается. Очень многие родители мне пишут, Света, я просто уже не могу, что бы я ему не сказала, нет, как бы я ему не объясняла, нет, как бы я его не просила, нет, как бы я ему не угрожала, не отбирала планшеты, он мне все время говорит нет. Что с этим делать? Спасибо огромное вам за ваши комментарии, очень интересно было ваш опыт узнать. То, что я вижу и в ваших комментариях, и в комментариях тех людей, которые приходят ко мне учиться на тренинг воспитания без страдания, это очень выматывает. Я сама по себе знаю, у меня младший ребенок очень, скажем так, упрямый, уверенный в себе, хорошо понимающий свои желания, но сложно понимающий желания других людей. Вот поэтому я знаю, что такое маленький спорщик. До сих пор, когда я Максу, например, что-то говорю, говорю, Макс, я хочу, чтобы ты убрал постель. Нет! То есть я это слышу постоянно, и я знаю, как выматывает, когда ты пытаешься урезонить ребенка. Очень многие из нас пытаются сразу впадать в нотации, стыдить ребенка, да как ты можешь не слушаться родителя, да как ты можешь мне перечить, ну и так далее. Очень многие родители хотят быть хорошими родителями, хотят уважать своих детей, поэтому они пытаются объяснять, они пытаются доносить, они пытаются уговаривать, урезонивать, приводить все аргументы. Буквально как в суде они готовятся, как адвокаты, да, и защищают свое мнение перед ребенком. Но самое интересное, ребенку это обычно не помогает. Ребенок начинает спорить еще больше, чем он спорил с самого начала, никакие резоны не помогают. Поэтому, дорогие мои, моя рекомендация, конечно же, есть разные ситуации, да, поэтому всегда нужно смотреть на конкретную ситуацию. Но в общем, общая рекомендация в таком случае звучит очень просто. Не спорьте, не вступайте в спор с ребенком. Если вы приняли какое-то решение, если вы знаете, что это будет хорошо для ребенка, это будет правильно, если вы действуете из позиции сильного, заботливого, доминирующего взрослого, который заботится о ребенке, который знает, что будет лучше, и ребенок даже при этом недоволен, не спорьте. Во-первых, когда вы говорите ребенку нет, и он понимает, что он в рот сейчас не получит то, что он хотел, например, это будет еще один мультик, там третья конфета, или там еще полчаса прогулки, да, когда вы хотите уже домой идти, вы становитесь источником фрустрации для ребенка. То есть вы становитесь на его пути к счастью, так сказать. Вот, маленькие дети с 5 до 7 лет и чувствительные где-то до 10 лет, они еще имеют незрелый мозг, поэтому они залипают на одной эмоции. Вот он хочет эту конфету, а мама на пути стоит, мама не дает. Мама источник фрустрации, ребенок расстраивается, и он на самом деле испытывает очень много негативных эмоций. Когда он начинает с вами спорить, он пытается бороться, да, с вами, и ему на самом деле может быть плохо. И очень важно помнить, что в тот момент, когда ребенок расстроен, у него как будто пожарная сигнализация в голове звенит, и невозможно что-то вложить ему в мозг, когда сильные эмоции завладели ребенком, когда он фрустрирован. Поэтому ваше объяснение, это как об стенку горохом. Поэтому резон не подходит, потому что мозг не в том состоянии, чтобы воспринять вашу логику, чтобы воспринять ваш резон. Ребенок залип на одной эмоции, но разве это говорит о том, что мы должны, ну вот если я знаю, что это будет лучше для ребенка, не есть третью конфету, например, да, согласиться с ним, чтобы он не плакал. Нет, это не будет лучше. Правильным в такой ситуации будет не спорить. Отвечайте фразами-громоотводами. Например, ты уже получил ответ на свой вопрос, или да, так бывает, да, очень жаль, да, я вижу, тебе не нравится. Очень хорошая рекомендация это отражать, отзеркаливать эмоции ребенка, то есть сочувствовать ему, говорить, ты расстроен, тебе не нравится это решение. Вот, то есть вы не спорите, вы можете сочувствовать, вы можете отвечать односложно, не пускаясь в объяснение, и вы все равно приводите в исполнение то, что вы считаете нужным. Но при этом вы не злитесь на ребенка, ах ты гад такой маленький, ты меня не слушаешься, ты меня не уважаешь. Нет, вы понимаете, что ребенок расстроен, он фрустрирован, и у него есть эти сильные эмоции. Вот, и вы готовы принять ребенка такого, какой он есть сейчас. Дорогой, я понимаю, тебе не нравится, но третьего мультика не будет. Да, иди, я тебя обниму, ты расстроен, не хочешь обниматься, окей, я буду с тобой просто рядом. Вот, то есть мы не спорим с детьми. Поверьте, как только вы перестанете спорить с детьми, вы будете сохранять гораздо больше сил на более здравые поступки, на более здравые решения. И вот, и вы знаете, когда вы не спорите с ребенком, то ребенок скорее приходит к пониманию, что нет, не будет по его, что он пришел в такой как бы тупик. И вот, ну что, только можно погрустить и отпустить, да? Вот, и когда ребенок погрустит по этому поводу, когда он поймет, что нет, точно не получится так, как он хотел, он может поплакать, потом ему становится легче, и он может уже подстраиваться и встраиваться в те обстоятельства жизни, которые есть. Поэтому, дорогие мои родители, ваши дети с вами спорят, потому что вы с ними спорите, не спорьте с детьми. Если вы говорите ребенку нет, будьте уверены, что этот запрет и это нет, это лучшее решение для семьи, для ребенка, для вас сейчас. Если вы приняли это решение, стойте на нем, ничего ребенку не объясняйте, потому что не зайдет. Можно объяснить потом, когда ребенок успокоится. Если ребенок не расстроен, тоже можно объяснить, но в общем, лучше не объяснять. Привести все в исполнение, принять эмоции и чувства ребенка, не обижаться на ребенка, что он не согласен с вами, он может быть с вами не согласен, это нормально. Но все равно вы капитан, он юнга, вы прокладываете маршрут, вы принимаете решение, он вас слушается, а вы заботитесь о ребенке. Вот такая вот рекомендация. Если вы уже используете этот метод, поделитесь с тем, как это у вас работает. И, пожалуйста, расскажите мне в комментариях, что самое главное вы поняли из этого ответа, что вы хотите применить. И тоже помните, что сложные ситуации с детьми я раскрываю для вас каждую неделю и на ютуб-канале, и в инстаграме, и на фейсбуке. Поэтому обязательно подпишитесь на мой аккаунт для того, чтобы вы могли получать все новые ситуации. Ситуации миллион сложных с детьми может быть. И вот поэтому тоже в комментариях жду ваши идеи, ваши сложности, о чем еще с вами поговорить. Вот и, конечно же, жду ваши комментарии и жду вас на следующей неделе, на следующей ситуации. Пока!